Привет, меня зовут Алексей Бессинджер и я занимаюсь обучением шпионов в Team Fortress 2. Если этот урок окажется тебе полезен, обязательно поставь палец вверх и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну а если нет, напиши в комментариях, что непонятно и новый урок не заставит ждать. За этот год в Team Fortress 2 произошло очень много изменений, которые безусловно затронули шпиона. Сегодня мы посмотрим на то, как изменился шпион, что стало с его оружием и какие тактики выбрать теперь. Шпион бегает со скоростью медика равной 320 единиц или 107%. Это позволяет нам догонять инженеров, пира и снайперов, за которыми раньше угнаться не удавалось, потому что скорость их была равна нашей. Звон смерти. Излюбленные агрессивными шпионами часы также подверглись изменениям. Если раньше звон урезал 90% урона, то теперь всего 75%. Взамен мы получаем 3-х секундное ускорение и защиту от огня. Однако после окончания эффекта звон будет урезать лишь 25% урона. Таким образом мы получаем отличный инструмент для отступления из самого пекла. Но теперь в невидимости патроны подобрать будет нельзя. Стандартные часы теперь дают 20% защиты и уменьшают время от догорания, молока, кровотечения и банкате. Велф возвращает нас к истокам, будто говоря, «Ребят, бросайте звон и берите обычные часы, ведь с этого мы начинали». Плащ и кинжал. Ранее, находясь в невидимости при использовании этих часов, пополнить заряд было нельзя. Теперь же Велф дали добро нам, можно сказать, бесконечную невидимость и пополниться можно от ящиков с боеприпасами. Ножи. Скорость доставания всех оружий увеличили и это, конечно же, не обошло стороной нашей ножики. И первая из них — сосулька. Теперь дает всего лишь 1 секунду невосприимчивости к огню взамен 3 секунд, что были ранее. Зато появилась невосприимчивость к догоранию на 10 секунд. Это значит, что неуязвимо от огня вы будете только 1 секунду, а вот все оставшиеся 9 урона от огнемета вы получать будете, однако эффекта догорания не возникнет. К тому же ускорить восстановление сосульки после растаяния можно за счет коробок с боеприпасами. Кунай. Кунай заговорщика раньше снижал максимальный уровень здоровья на 65 единиц. Сейчас всего на 55. Максимально увеличить свое здоровье можно при убийстве до 200 единиц, когда ранее было 195. Ну а за одно убийство вы сможете прибавить не более 70 хп. Главный делец по-прежнему понижает максимальный уровень здоровья до 100 единиц, но теперь при убийстве, помимо повышения уровня заряда на 30%, дает ускорение на 3 секунды, что позволяет очень быстро разобраться с цепочкой противников, либо уйти с поля боя. Таким образом, тактика шпиона изменила, теперь агрессорам быть сложнее, нежели это было раньше. Звод смерти давал, можно сказать, неуязвимость. Это позволяло и пройти через линию огня, и выкрутиться из любой ситуации, да и вообще выживать максимально долго. Теперь шпионы выбирают более лояльную тактику боя, а играть становится проще, заходя с флангов. На этом у меня всё. Но не торопись уходить, погоди, погоди, погоди. Коммент оставил? В топ-то надо попадать? А лайк? Погоди, не поставил? Палец вверх? Давай ставь, видео же ништяк. Ну и это, видос скоро выйдет, ты подпишись, чтоб не пропустить. А то все, кто подписан и не пропускают, сразу смотрят, рассказывают друзьям, а вот и нет. Ну как ты? Ну чё? Ну это, давай там группа у меня ещё есть, вот там вообще все обновления, все ништяки. А чё, хочешь посмотреть, как я живу? Ну, где я там провожу время? Какой я в обычной жизни? У меня инстаграм есть, подписывайся на него, все ссылочки в описании. Ну и конечно же, спасибо, удачи!